На прошлой лекции мы много рассказывали о Наталье Николаевне. Сейчас мы как бы легкой ретроспективой пройдемся по прошлому этой супружеской пары до трагического момента и перейдем уже к после Пушкина. Итак, 12 ноября 1831 года Адарифи Климон пишет. Поэтическая красота госпожи Пушкины проникает до самого моего сердца. Есть что-то воздушное и трогательное во всем ее облике. Эта женщина не будет счастлива, я в том уверена. Она носит на челе печать страдания. Сейчас ей все улыбается. Она совершенно счастлива. И жизнь открывается перед ней, блестящая и радостная. А между тем голова ее склоняется. И весь облик ее как будто говорит. Я страдаю. Ну и какой же трудно ей предстоит нести судьбу быть женой поэта и такого поэта, как Пушкин. Итак, действительно, быть женой такого поэта, как Пушкин, это, с одной стороны, великая честь, а с другой стороны, это и большой крест. К Наталье Николаевне, молоденькой, 18-летней, проведшей всю свою жизнь в деревне, в усадьбе своего отца, полотнянный завод. И вот она, конечно, Петербург ослепил ее, а тем более придворный Петербург. Наталья Николаевна была воспитана очень строго своей матерью, но, несмотря на то, что это было очень религиозное воспитание, и эта религиозность осталась в ней на всю жизнь, но это было и блестящее образование. Это было самое лучшее образование домашнее, которое могли получить девушки, дворянские девушки того времени. Несмотря на трудности в семье материальные, тем не менее, лучшие педагоги были у детей Гончаровых. И они знали все по нескольку языков. Рисование, танцы, литература, математика. Это все было совершенно необходимо. Ну и, конечно, верховая езда, как вы понимаете, и прочее, прочее. И поэтому Наталья Николаевна с одной стороны была провинциальная девочка, а с другой стороны она была во всеоружии своей образованности. И, более того, между прочим, она, у нее была еще практическая хватка, что, казалось бы, не вяжется с этим обликом, о котором говорит Фикельмон, да, такой цветок, страдающий с печатью страдания на ночеле. Не случайно Александр Сергеевич в своих письмах все время говорил ей, ты, баба умная, ты, баба умная. Он сказал, жена моя, баба умная. Вот, например, ей были поручены Пушкиным все дела с книготорговцами. И Наталья Николаевна не просто аккуратно вела его дела, она торговалась. Она очень хитроумно выторговывала ему гонорары иногда в два раза больше, чем те, на которые он подписывался. И Пушкин только посмеивался и говорил, как бы, приятелям, ну, ей же нужны, как бы, деньги на новое платье к балу. Но, вообще-то, деньги на платье к балу давала ее тетушка Загряжская. Она одевала Наталью Николаевну, потому что все равно у Пушкина таких безумных денег, каких требовали наряды придворные, не было. Поэтому Наталья Николаевна очень практична была. Все-таки она была потомок гончаровых, успешных предпринимателей, которые в свое время соревновались в богатстве и в успехах. Они были люди дела, они были деловые люди. Они не получили просто по наследству свои большие деньги. В парусина, которую производили полотняные заводы, она, как бы, была на парусах даже английских судов, не только российских. Поэтому это были люди очень сильной практической хватки. И Наталья Николаевна тоже ее унаследовала. Дальше я вам говорила о том, что тогда в свете было модно играть в шахматы. И Пушкин сказал своей юной жене, ну что ж ты в шахматы не играешь, а надо бы тебе учиться. Наталья Николаевна так быстро научилась, что она обыграла Пушкина, а потом у нее уже была слава лучшей шахматистки в свете. Поэтому вы же видите, что это была совершенно не такой вот глупенький божий одуванчик. Ну, конечно, характеристики многих дам были. Она не умна, она недалека. Но Наталья Николаевна была очень сдержанным человеком. Она была очень сдержана. Она не была болтушкой. И она, в общем, поскольку она была очень молоденькая, и она сразу же попала в круг очень взрослых людей, то поэтому она предпочитала слушать, а не говорить. Но характеру ей тоже было не занимать. Например, в одном из писем Пушкин пишет «Грех тебе меня подозревать в неверности тебе и в разборчивости к женам друзей моих. Я только завидую тем из них, у коих супруги не красавицы, не ангелы прелести, не Мадонны, etc. Знаешь русскую песню? Не дай бог хорошей жены. Хорошую жену часто в пир зовут. А бедному-то мужу в чужом перу парк мелья, да и в своем тошни». Ну, это, конечно, было юмор, поскольку Александр Сергеевич бесконечно гордился успехами в свете своей жены. И та же Фикельмон пишет, что при своей жене он перестает быть поэтом и только становится мужем, который ревниво следит за успехами своей жены, чтобы она затмевала своими успехами в свете остальных дам. Поэтому этот брак был достаточно гармоничен. Но Наталья Николаевна при этом рожала практически каждый год. Они были женаты пять лет и несколько месяцев. За это время она родила четверых детей. И пятая беременность окончилась просто выкидышем на большом сроке. Когда идут разговоры о том, что у Натальи Николаевны был бурный роман с Дантесом в последний год жизни Пушкина в 1936 году, ну, здесь тоже надо понимать, что она была опять беременна, что у нее была очень тяжелая беременность, при которой ноги отекали, как слоновья болезнь беременна, все страшные отеки. И когда они вместе с сестрами где-то оказывались в гостях, то говорили, что она идет еле волочить ноги. У нее была тяжелая беременность последней дочерью Натальи. Также могу я вам сказать такую вещь. Сплетни – это просто пища светской жизни. Сплетни, 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 которые до сих пор повторяются и перемалываются. Если бы вы знали, сколько я нашла в интернете исследователей в кавычках, которые доказывают, что все дети Натальи Николаевны были от Николая Первого, что младшая Наталья точно была дочкой Николая Первого, поэтому он вызвался быть ее крестным. Но посмотрите на Наталью. Она вылитая, Александр Сергеевич. И все говорили о том, что надо же, как она похожа на отца. И при этом она была очень хорошей. Она унаследовала материнскую стать, материнскую дивную совершенно фигуру. Она была очень живая, в отличие от Натальи Николаевны. Темперамент у нее был пушкинский. Она была очень живая. Она была очень непосредственная. Она была очень темпераментная женщина. Про ее судьбу мы поговорили. Итак, четверо детей. Григорий, Александр, Наталья и Мария. Разные судьбы. Мария обладала красотой, такой очень своеобразной внешностью. Красавицей ее нельзя было назвать, но в молодые годы в ее внешности было что-то такое восточное даже. Черные материнские волосы, как воронье крыло, такой вот удлиненный нос, весь великолепный цвет лица. Так что Лев Толстой, увидев ее, сказал, что вот Анну Каренину я писал с нее. Но много называют прообразов Анны Карениной в воображении Толстого. Но, тем не менее, он сказал такие вещи. У нее была действительно, она не была красавицей, но внешность была очень интересная. К сожалению, судьба была драматичная, потому что она вышла замуж за очень хорошего человека по любви. И был замечательный брак, который детей не дал. Но через достаточное количество лет его обвинили в растрате казенных денег, которые он не совершал. И он, не дождавшись судебного разбирательства, покончил с собой. А потом было судебное разбирательство, которое признало, что это совершенно не его вина. Но, тем не менее, она осталась одна, в общем, без средств существованию. И поэтому она уехала к брату Григорию и воспитывала его детей. У него было много детей. Судьба так сложилась, что она оказалась уже на склоне, самом склоне лет в Советской России в 2018 году. И она умирала от голода в Москве. И, в общем, только стараниями Луначарского ей назначили пенсию. Но пенсию она получила в тот день, когда она умерла практически от голода. Сын Григорий, он был военным. Он был военным, но достаточно скоро, женившись, ушел в отставку. И вместе со своей женой ему досталась Михайловская. И они жили в Михайловском. Но у его жены было наследное имение в Вильнюсе. И они потом переехали туда и забрали с собой огромное количество мебели. Поэтому в Вильнюском музее Александра Сергеевича Пушкина, в очень хорошем, ухоженном, красивом литературном музее имени Пушкина, там подлинные вещи из Михайловского, которые тщательно оберегаются. Вообще, кто будет в Вильнюсе, я советую побывать в этом музее. Он, кстати, находится в прекрасном парке, очень красивом. Так что вот все это от того, что Литва, она в революцию не принадлежала советской России, то имение не было разорено, все сохранилось. И в 1932 году, когда вдова Григория умерла, она завещала его государству, как литературный музей Пушкина, который уже так и остался до наших дней этим прекрасным музеем. Александр был военным, при этом военным очень славным. Он был очень храбрый, он участвовал в войнах, он был отмечен многими наградами и вообще посвятил свою жизнь военной карьере, был человек чести. Ну, вся семья была такая воспитанная как надо, был человек чести. Но, конечно, представления о чести в то время, они могли не совпадать с какими-то нашими представлениями. Так, например, когда Наталье, которой были переданы письма Александру Сергеевичу, переписка и Наталье Николаевне, она передала письма Александру Сергеевичу сначала Тургеневу, чтобы тот их опубликовал, чтобы потом и письма матери можно было опубликовать. Но Александр возмутился страшно, что это бесчестье, личную переписку как бы на суд чужих глаз оставлять. А вот как литературное наследие, он этого не понимал, потому что он был военным. А там были свои представления о чести. И вообще, в принципе, все, что есть в сочинительстве, в военной среде-то оно не уважалось. Как, например, после гибели Лермонтова спрашивали его однополчан, как бы, ну вот как Лермонтов? Они говорят, да, такой неприятный тип был. И вместо того, чтобы с нами как бы кутить, он садится и пишет что-то, пишет чего-то. Ну, в общем, какой-то бумагоморазий. Вот такие оценки. Потому что они даже не читали и не знали. Ну, Александр, конечно, читал, потому что с детства мать просто... Пушкин – это было все в этой семье. Но, тем не менее, уважение к отцу, поэтому письма матери опубликовать было невозможно. И вроде бы часть их есть в Румянцевском музее, но это ее письма до замужества. А вот письма, которые она писала Пушкину, по всей вероятности, Александр уничтожил. Поэтому и возникло столько слухов. Потому что письма Пушкина есть, а писем Натальи Николаевны нет. Поэтому представления об их семейной жизни очень часто строились на основании сплетен. На основании сплетен. Но внимательный читатель, читая письма Александра Сергеевича, которые являются ответами на письма Натальи Николаевны, они прекрасно поймут, о чем она ему пишет, что является темой их переписки, его отношений к ней и прочее, прочее. Да, ну вот так вот. Конечно, очень интересная судьба у Натальи, потому что она, будучи еще девочкой, влюбилась в сына Орлова, который стал шефом третьего отделения. Он тоже молодой человек, он был в нее влюблен, он все время был вхож в эту семью. И ей, когда было 16 лет, он посватывался, чтобы на ней виниться. Потому что был просто у молодых людей роман очень красивый, такой юный, страстный. Но его отец возмутился, как он может жениться на дочке какого-то рифмоплета и запретил сыну. Сын покорился. Наталья страдала, конечно, но у нее был не такой характер. Она не была страстно-терпицей. И она тут же вышла замуж за сына Дубельта. Того самого Дубельта, который в свое время принес Александру Сергеевичу столько неприятных дней, часов, моментов жизни. Он был блестящий молодой человек. Он ее был на 13 лет старше. Он был очень красивый. Он был очень образован. И прочее, прочее. И она была убеждена, что вот он-то и будет ее руководителем по жизни. Потому что ей всего там 17 лет. Мать страшно сопротивлялась. Она к Дубельтам питала самые отрицательные чувства к этой семье. Но она писала потом, что Ташу переубедить нельзя. Она всегда делает только то, что она хочет. Наталья выходит замуж за Дубельта. И тут обнаруживается, что когда он выпивал, а выпивал он часто, он начал ее дико ревновать и избивать. Она все время ходила в закрытых по шею платьях, с длинными рукавами. Она была в синяках. Один раз он ее кинул на землю и бил ногами со шпорами. И вот тебе, вот твоя красота, вот чего стоит твоя красота, он приговаривал. И у нее на теле, на всю жизнь остались храмы этой шпоры. Но тем не менее, она с ним прожила 9 лет. Она ему родила троих детей. Но через 9 лет она уже не выдержала, потому что он не справлялся. Все усугублялось. И она взяла детей и убежала. Убежала она в Словакию, где жила ее тетка, старшая сестра ее матери, Александрина в имении своего мужа. И она как бы там осела, Наталья Николаевна туда приехала. Все, но было понятно, что возвращаться к Дубльку невозможно. И она оставила детей у тетки и уехала, чтобы быть подальше, чтобы ее, в общем, не нашли. И дальше она переезжала с места на место, ну, с места из Италии, в Швейцарию, там, да. Но в Германии она познакомилась с принцем немецким и начался роман. Он был женат, она была замужем, но начался роман безумный, который продлился всю их дальнейшую жизнь. Естественно, он отказался от, он был наследник принцем от трона, потому что жениться на разведенной женщине ему нельзя было. И, наконец, они получили разводы и поженились. Они поженились и очень счастливо прожили всю свою жизнь. он был очень добрый, очень покладистый, очень любящий. Она была очень любящая, очень энергичная, по-хорошему светская, поэтому их имение, оно было просто магнитом, который притягивал людей искусства. Она собирала только очень интересных людей вокруг себя, по-настоящему талантливых. Это был один из самых блестящих салонов. И Наталья Александровна еще славилась остроумием. Конечно, она была дочерью своего отца, это понятно вполне. Кстати, очень такая трогательная история, что когда сначала он умер раньше нее, и когда она умирала, то ей было запрещено ее хоронить вместе с мужем, потому что он был похоронен в клепе монархов, а она была, в общем, безродная для них. И тогда она завещала свой пепел просто развеять по его могильной клепе. Еще очень интересный момент о ее дочери Софии. Нам не покажет Лука сейчас ее дочь Софию с мужем. Мужем, который стал, вот, мужем, который стал внук Николая Первого, Михаил. Михаил был сыном младшего, был, у Николая Первого младший брат был тоже Михаил, и вот это был Михаил Михайлович. И он был очень красивый, он был тоже очень образованный человек, очень таких светских и человеческих хороших качеств, и когда он увидел Софию, то он в нее влюбился, начался роман и жениться. Ему тоже запрещает царская семья, потому что она, собственно говоря, плод марганатического брака. Он не обратил никакого внимания, они поженились, жили за границей, в любви, в согласии всю жизнь. Таким образом, род Пушкина породнился с родом Романова. Ну, история преподносит много интересных моментов. Итак, Наталья Николаевна через, уезжает, через буквально две недели после смерти Пушкина, она уезжает к брату в имение Полотняного на Полотняном заводе и живет там с детьми. Она живет, ведет очень затворническую жизнь, и она пишет, такие словам, она пишет такие словам, что, конечно, иногда берет отчаяние, и тоска берет, и тогда я иду в дальний уголок и долго молюсь, и после этого на мою душу нисходит то спокойствие, которое в свете очень часто принимали за холодность. Таким образом, мы можем даже заглянуть в ее душу, да, вот это ее холодность, которую подмечали, да, она говорила, это то спокойствие душевное, которое меня посещает. Итак, два года она проводит в деревне, но надо думать о будущем детей, сыновья подрастают, а там же очень рано начиналось уже такое светское определение профессии, определение, да, будущего сыновей, значит, не было попроще, а вот сыновья это серьезно. Наталья Николаевна возвращается в Петербург и там она спустя, да, все долги Пушкина оплатил Николай Первый, он все оплатил и помог Наталье Николаевне выкупить Михайловское, потому что Михайловское принадлежало родственникам Пушкина, которые ничем не помогли ни Наталье Николаевне, ни ее детям совершенно, и она все время просила их, когда вы едете в Михайловское, по дороге же Святогорский монастырь, где могила мужа, она же не была на могиле мужа, потому что гроб с телом Пушкина должно было быть отпевание в Исаакиевском соборе, но Исаакиевский собор тогда был не тот, не тот, который мы знаем, он только строился, он попроще был, но это все-таки был один из главных соборов Петербурга, но столько народу собралось, то Николай велел как бы ночью перенести в предел конюшенной церкви, а оттуда тайком при этом, а оттуда гроб с телом опять-таки ночью тайком был вылезен, как завещал Пушкин, Святогорский монастырь, и там похороня как бы чужими людьми, официальными лицами. Наталья Николаевна в это время была, во-первых, она была война, у нее, я вам говорила, были страшные судороги после смерти Пушкина, такие судороги, что у нее ноги в голове, ее просто раскрывали вот так вот, знаете, чтобы ее мышцы спазмированные разомкнуть, и тогда ей начали давать препарат успокоительный, которым тогда пользовались, который разрушал легкие, который определил уже ее легочную болезнь, которая в результате сведет в могилу. Поэтому она не была на могиле мужа, но родственники ее ни разу не взяли с собой ни разу. В общем, она выкупает Михайловское, оно теперь принадлежит ей, она едет туда с детьми, проводит там какое-то время, приводит там порядок все, и возвращается в Петербург. В Петербурге в одном из магазинов тканей она встречается с Николаем Первым. Ну, тогда цари разъезжали просто в Ландо без охраны, в магазины, куда угодно. Царь был отец народу, поэтому он не боялся своих детей. Так продолжалось до несчастного Александра Второго. И как бы Николай пенял, что она перестала бывать в свете, что надо опять бывать на балах в Анечкином дворце, что надо как бы думать о своей жизни, о своих детях. Вот это породило опять-таки масса слухов, что тогда Наталья Николаевна стала любовницей Николая Первой. Никто не держал свечку. Никто не держал свечку. У Николая Первой было много любовниц, несмотря на то, что он обожал свою жену. Но родив ему по-моему семерых детей, она очень сильно заболела по-женски и врачи категорически запретили еще рожать. А тогда что это означало? Это означало, что муж больше в спальне в жене не ходил. И тогда уже Николай Первый, который и до этого был в общем грешен, он уже, как говорится, пустился во все тяжкие. Но при этом жену он совершенно обожал. Она была очаровательная женщина, веселая. Он ради нее ходил на балы и танцевал. Хотя он не любил танцевать, но она обожала танцевать. Поэтому ради нее он ходил на балы и танцевал и прочее, прочее. И вокруг нее помогал формировать вот этот кружок блестящих кавалергардов, красивых молодых людей, и которые были как бы ее охраной. И в которые и вошел Жордан Тес. И прелестных совершенно молодых женщин и Прейлин, и жен других аристократов, но они оба обожали, чтобы двор блистал красотой. Сама Александра Федоровна была тоже очень хорошенькая женщина. И когда даже ей было 40 лет, она приходила на балы, поскольку все-таки было не электричество, то уже в свете такому полу-полу-полу темном ее красота была по-прежнему юная, прекрасно отплясывала она как молодая. И вот Наталья Николаевна должна была посещать опять эти балы. И на костюмированном бале она одела наряд из Библии Реветки. и древне еврейский наряд и она была очень хороша, как все писали. Николай взял ее за руку, подвел к жене и сказал вот смотрите и восхищай. на крышке часов у Николая был и остался портрет Натальи Николаевны. Это могло значить разное. Это могло знать, что действительно была некая душевная склонность и некая возможно и была недолговечная но связь. И в то же время он вообще относился очень по-доброму и к Пушкину и к его жене. А ей он все время помогал. Он ей все время помогал. все знавшие Николая Первого говорили о том, что хотя это был Николай Палкин, о том, что это был правитель, который заморозил Россию, который сделал атмосферу в стране удушающей. Он душил любую свободу, любую попытку свободы мысли хоть какого-то, но при этом в быту с теми, кому он хорошо относился, своими родными, это был очаровательный, добрейший человек, который всем помогал. Вот представляете, какая разница между частной жизнью и жизнью политической, жизнью общественной. То есть как будто говорили как будто два разных человека. Поэтому ничего мы не можем сказать. Наталья Николаевна была юная, она в 24 года осталась сдовой, 27 лет она из деревни вернулась в Петербург и все отметили, что она так же хороша, как в юности и выглядит даже лучше, чем она была в последние годы, потому что, конечно, она на воздухе отдохнула, не рожала больше. И так она живет в Петербурге и но здоровье у нее начинает с бои, легкие у нее все-таки начинают пошаливать, и она едет на воды и там и там встречается с Ланским, который, они и до этого были, естественно, знакомы, но, тем не менее, тем не менее, никогда не были близко знакомы. Они могли встречаться у ее троюзной сестры Кикельмон, и любовником которой Ланскую был на протяжении 10 лет. Короче говоря, короче говоря, он приезжает, потому что он ей привез посылку от ее брата, которым он служил в одном полку. И он видит эту очаровательную вдову, которая в бархатном черном платье вдовьем, но которая ей безумно идет, и просит разрешения бывать у нее в доме. Я говорила на той лекции, что блистательная интриганка троюзная сестра Наталья Николаевна и далее политика, она крутила как угодно, она пощипала Ланского очень сильно, он тратил на нее свое, в общем, не бог весь, какое жалование военное. И в общем, к тому моменту, когда он познакомился с Натальей Николаевной, в общем, он был человеком очень необеспеченным, хотя он был хорошего древнего рода и имение было, но все это было очень скромное. И политика сказала ему, что вы такой, в общем, благонравный и такой совестливый, вам бы на госпоже Пушкиной жениться. И как воду глядела, спустя семь лет вдовства Наталья Николаевна, которая до этого отвергала всех претендентов на ее руку, а там были очень богатые люди, очень, но никто не хотел принять ее четырех детей. Все говорили, чудесно, лучшие пансионы, все лучшее, но, как говорится, хотим свои детей. На что Наталья Николаевна отвечала, кому не нужны мои дети, тот не нужен и мне. Поэтому подозревать ее в корыстолюбии, конечно, было бы очень неправильно, потому что вся дальнейшая жизнь показала, что первостепенно для нее было то, что она была мать. Но Ланскому к тому времени дают чин генерала и начинается еще новое сплетение. Николай специально дал ему генерала, потому что он хотел выдать Наталью Николаевну за Ланскова. Более того, выдумывают она уже беременна от Николая и дочка ее родившаяся будет от Николая, но дело все в том, что вообще-то ему мы не знаем, может быть, Николай подтолкнул эту историю, но тем не менее по выслуге лет ему уже полагалось быть генералом и сразу же его жалование уже могло как бы обеспечивать жизнь Натальи Николаевны и ее детей и они женятся. А вот что касается дочки от Николая, то она родилась через 10 месяцев после свадьбы Натальи Николаевны Иландскова. Поэтому вот эти замечательные подсчеты непонятно каких людей, они, конечно, они, конечно, смехотворны, но тоже все время бросают тень на эту женщину. Что можно сказать о Наталье Николаевне? Она стала прекрасной женой своему мужу. Она не просто родила ему еще трех дочерей. Сначала она взяла в семью детей его брата, которые учились и вдали от родителей. Поэтому она их взяла к себе мальчиков. Потом умер его брат. Она взяла еще четверых детей в свою семью. А потом двое друзей просили, чтобы их дети, которые тоже учились в Петербурге, чтобы они могли на все праздники, на выходные и на выходные бывать у них в доме. Таким образом это был просто детский дом какой-то. И Наталья Николаевна говорила и писала, что видимо мое призвание быть хозяйкой детского приюта. И в этом счастье все дети, которые были под крылом у Натальи Николаевны и добрейшего Петра Ланского, они выросли замечательными людьми. Они росли в очень дружной и очень любящей семье. дети Пушкина они никогда не называли Ланского отцом, потому что здесь было очень строго. Наталья Николаевна чтила память своего мужа бывшего. Они всегда называли его Петр Петрович, но это не мешало им любить его и всегда вспоминать его самой большой нежностью и преданностью. Что касается как бы памяти Пушкина, насколько чтила ее Наталья Николаевна, каждую пятницу она постилась и молилась о своем погибшем мужа. И это принимал ее второй муж с большим уважением. И так было всю ее жизнь. Наталья Николаевна не прожила долго, 52 года. У нее развивалась чахотка и она отказывалась лечиться, потому что нам всеми говорили, что ничего страшного и все главное дети, дети, муж. И в общем ей было 42 года, когда стали отмечать, что красота ее померкла, у нее стал такой желтый цвет лица, и она страшно исхудала, и в общем красота уходит. тогда Ланской с Марии решили ее обмануть. Они подговорили врачей, которые сказали, что Марии необходимо ехать в Баден, необходимо на воды, необходимо в Италию, что ее здоровье просто не терпит. И Наталья Николаевна тут же подхватила дочку и помчалась с ней. И вот остались воспоминания о том, как она, которая уже решила, что все, она уже старая, некрасивая жизнь кончена, чипец одела, и дочка все время умоляла ее, а она стала поправляться, как многие в Италии стали поправляться, чахоточные. И цвет лица вернулся, и блеск глаз, и кожа стала совершенно опять такой прозрачной, розовой. И дочка ее умоляла, ну не надо мама ходить в такой одежде старчатой, ты же молодая красивая женщина. Она все отнекивала, что что, столько детей, о чем разговор. И она вспоминает, как был придворный бал, на который Наталья Николаевна тоже пригласили. И дочка уговорила ее пойти. И попросила тогда одеть впервые и байное платье, и у нее были какие-то замечательные кружева у Натальи Николаевны. Вы обязательно делаете кружева на голову. И вот она вспоминала, какой фурор произвела ее мать на этом балу, как она была хороша. по-прежнему она говорила, что это была прежняя мама, молодая, красивая, сколько она комплиментов, как восхищались ее красотой. Но, к сожалению, как всегда было, как было с матерью Марины Цветаевой, после Италии благословенной, возвращения в Петербург, болезнь опять начинает прогрессировать, и умирает Наталья Николаевна, тоже ведь как жертвенно, потому что у ее сына Григория в Москве, у него родился очередной ребенок, и были Кристины. Естественно, пригласили маму, но была зима лютая, и муж и дети умоляли ее не ехать, потому что это очень опасно, она простудится, вы знаете, из Петербурга в Москву тогда зимой ни поездов же, ничего не было. Но она сказала, как она не поедет на Кристины внук. Она поехала, простудилась, и вернувшись, умерла от воспаления легких, уже ее легкие не выдержали. Ланской пережил ее на 14 лет, и похоронен в Александровской лавре в одной могиле с Натальей Николаевной. Вот Наталья Николаевна после Пушкина. Теперь вернемся к Жоржу Дантесу. Покажите нам, пожалуйста, вот Жорж Дантес. Жорж Дантес у нас есть еще, покажите нам его уже в таком блеске военного мундира, вот это вот, скорее ближе, то набросок такой, а это вот, видите, все он в аллергарх, при палетах, во всей красоте. он был сыном эльзасского дворянина с хорошего рода, очень хорошего рода, уже не богатого, но очень хорошего, старого рода. И надо вам сказать, что сказать о Дантесе, что он был пустышка, в принципе, нельзя, потому что еще молодым человеком во время июльской революции во Франции, когда свергали короля Карла X, юный Дантес встал в ряды защитников корона. И несмотря на то, что он очень храбро себя вел, но, в общем, короля изгнали, а следующий король Луи Филипп, он как бы был для дворян король буржуа, он и был король буржуа. И Дантес отказался как бы ему служить, вышел из привилегированной военной школы, где он учился и уехал, потому что у него уже все, во Франции ему не было к ходу никуда, а, собственно говоря, он должен был как-то устраивать свою жизнь. Но надо вам сказать, что этот молодой человек, высокий, блондин, с огромными голубыми глазами, он был еще очень обаятелен. У него был дар необыкновенно располагать к себе людей. Вот просто располагать, такое обаяние от него исходило, при этом он располагал к себе и мужчин, и женщин любого возраста, совершенно. Всегда были, какой очаровательный молодой человек, с которым хотелось все снова и снова общаться. и он знакомится с братом Александра Федоровна, императрицей российской, который сам тоже король, одни из королей германских. И тот дает ему рекомендательное письмо к своей сестре в Петербург. В Петербурге славы и чинов искали многие, в том числе и он и Наполеон Бонапарт, который приехал ко двору, предложил свои услуги, но ему сказали, что пожалуйста, но иностранцы, которые поступают на службу в Россию, они должны начинать свою службу в этой стране чином ниже. Наполеон юно оскорбился и уехал. А вот так представьте себе, что Наполеон остался бы служить в России, стал российским генералом и сколько бы чего еще не было бы уже в истории, но она не умеет сослагательного наклониться. Значит, Дантес едет в Россию, по дороге он простуживается и заболевает тяжелейшим воспалением легких. А это была практически смертельная болезнь в то время. Мало кто поправлялся. И он валяется где-то на постоялом дворе в комнате и умирает в жару, поту и прочее. В это время на этом же дворе останавливается барон Гекере, голландский посланник при русском дворе. и он видит этого, ему 42 года, покажите нам, пожалуйста, барона Гекере. Вот он. Он холост, бездетен, очень богат и очень влиятельен. Это очень влиятельная персона. При этом он очень влиятельный при русском дворе. и он видит этого юношу, который просто умирает. Ему становится его жалко, он каких-то докторов нанимает, для ухода за ним нанимает, а что-то просто валялся и умирал. И его выхаживают. Его выхаживают и Дантес вместе с Гекереном едут в Петербург. Они едут в Петербург. Гекерен присматривается к нему. Он к нему присматривается. Они общаются, он к нему присматривается. Но Дантес получает аудиенцию Александра Федоровна, передает ей рекомендательное письмо от ее брата, и та с большим удовольствием берется покровительствовать этому красивому молодому человеку. Таким образом, он остается при дворе. Он очень быстро, буквально за два года делает военную карьеру, для которой другим надо было бы пять лет не меньше, становится кавалергардом, и значит, он в личной охране Александра Федорова. Тем временем, Геккерен совершенно удостоверился, что этот молодой человек не только производит приятные впечатления, но он на всех производит такое впечатление. Он очень обходителен, он очень воспитан, и прочее, прочее. И он как бы говорит о том, что он бы его усыновил, он бездетен, ему некому оставить свое состояние, что этот молодой человек был бы ему прекрасным сыном, но у Дантеса есть отец, простите, поэтому по всем законам его никто не может усыновить. Геккерен старается через свои связи в Голландии, во Франции как бы этот процесс запустить усыновление, но это рассматривается в судах, это очень очень долгая история. Но для российского двора Жорж Дантес приемный сын Геккерена. Все время идут спекуляции на тему, не была ли там как бы связь анормальная. Но Дантес пишет о Геккерене, например, тогда же, что вообще редко можно встретить человека такой душевной доброты, который бы делал столько хорошего для постороннего ему молодого человека и вообще ничего не требовал взамен. Ну, вот так. Поэтому это домыслы. Что на самом деле испытывал Геккерен мы не знаем, может быть, он был и латентным педерастом, здесь это все возможно, но тем не менее он становится просто настоящим отцом этому молодому человеку, который делает блистательные успехи в свете. Он очень красив, он великолепно танцует. Что там Пушкин говорил об Онегине? Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал, легко мазорку танцевал и сломился непринужденно. Чего ж вам больше? Свет решил, что он умен и очень мил. И вот про Дантеса, который, естественно, по-французски творил совершенно, ни слова не знал по-русски, Свет, а главное светские дамы решили, что он очень мил. Поэтому они его просто как переходящее знамя стали передавать друг другу. Он уже скоро был завсегдатаем всех модных салонов. Все его знали, все его приглашают, все зовут. Конечно, это сказывается на его военных обязанностях. Конечно, он очень часто попадает в истории со своими шалопаями однополчанами молодыми. Конечно, уже даже Александра Федоровна говорит о том, что он слишком легкомысленный. Но такая жизнь, конечно, не может не вскружить голову. Не может не вскружить голову. Тем не менее, тем не менее, он не слывет то, что называется таким бледуном. Нет. Нет. У него есть роман постоянный с некой дамой, которую он в письмах Геккерену называет своей супругой. И, собственно говоря, все. Пока в какой-то момент он не пишет Геккерену о том, что он влюблен, влюблен безумно, что она тоже меня любит, но мы не можем быть вместе, ее муж страшно ревнив. И это письмо дает основание, как бы уже оно всплыло уже в конце 19 века. А, вот он пишет о Наталье Николаевне, потому что Пушкин был страшно ревнив. Но все дело в том, что Пушкин так уж ревнив-то не был, потому что он всячески поощрял Наталью Николаевну к этому светскому кокетству и страшно был доволен, потому что это ухаживание за красивой женщиной, пусть и замужней, это было как бы в ее копилку, а соответственно и в копилку ее мужа. Это поднимало ее. Главное, чтобы она не совершила никаких таких опрометчивых поступков. Наталья Николаевна в этом смысле была в общем безупречной женщиной. Да, она обожала танцевать, она плясала в Анечкином дворце просто чуть не каждый вечер на каждом балле, когда не была беременна. Или пока беременность не давала о себе знать. Она, ну это в общем в результате, если сложим, не так уж часто. Например, вот в этом самом 36-м году про который говорят, что вот роман у нее с Антесом. А она-то была в дворце со своим мужем всего два раза, потому что она была, вот я говорила, у нее была очень тяжелая беременность. И в мае она родила свою дочку последнюю, Наташу. Короче говоря, никто не обращал внимания из тех, кто тут же обрушились на Наталью Николаевну, о следующем письме Дантес, о том, как он любит, как он влюблен, как он умирает, как он страдает, и что я не могу назвать тебе имени, потому что письма все читали третьим отделением, это переиллюстрировалось почту, все читали, потому что письмо может попасть в чужие руки, но это та дама, у которой ты хотел занять денег, а она ответила тебе, что не может, к сожалению, поскольку все ее имения пострадали от холеры и не принесли нужного дохода. И что ее фамилия та же самая, что у той женщины, у которой ты попросил денег. Ну, кто мог просить денег? У Натальи Николаевны, почти нищей, простите, у которой у мужа 180 тысяч долгов, и у ее сестер, которые беспреданники. Какую фамилию? Поэтому говорят, что да, косвенные улики, что он был влюблен в Идалию и политику, что она была в него влюблена, что у них был тайный роман, потому что сохранились письма Идалии и свидетельства, но ее сестра, законная сестра от графа Григория Строганова Идалия неврачная дочь, она безумно богатая женщина была, и вот у них была одна фамилия, у них была одна фамилия девичи Строганова. Ну, как-то исследователи не очень тоже на это обращали внимание, все проще, конечно, с Натальей Николаевной, Смирнова Росе, которая вообще была в курсе всех сплетен, она написала в своих письмах, что Натали никогда не была возлюбленной Дантеса. Это была интрига Идалии, которая, в общем, крутила ими обоим. Недаром Идалию политику называли мадам интрига Петя. Я говорила много на той лекции, кто ее слушал, а кто не слушал. Могу повторить, что когда Дантеса после дуэли с Пушкиным тут же арестовали, послали на Гау к факту, законы были очень строгие, за дуэль полагалась смертная казнь. из Идалии уже дрались двое. И такой Соколов был приговорен к смертной казни, но к смертной казни заменили каторкой. Дальше и вообще из Идалии несколько дуэлей было, которые не оканчивались больше смертоубийством, как дуэль Соколова, но тем не менее, но тем не менее, они были, это были скандальные истории, но она все время как бы умела остаться в стороне. И она написала письмо Дантесу, что что бы я не отдала, что бы быть сейчас рядом с вами, я как любила вас, так и люблю, что совершенно любовное признание. И он послал в ответ ей драгоценный прослед французской работой. Сестра Натальи Николаевны Екатерина, на которой Дантес женился, она писала, что когда Дантеса сослали, ему заменили смертную казнь разжалованием полным лишением всех чинов, всего, и высылкой из России, и что когда Дантес уехал, она бегала всюду по знакомым, как безумная, рыдала, плакала, ну, простила. И это пишет молодая жена Дантеса, троюродная сестра и Дали Полей. В общем, история темная, история темная. Понятно, там некая интрига была, которая крутилась вокруг Натальи Николаевны. Она крутилась вокруг нее. А они были сестры, они были родственники. Все были вхожи в дом Пушкина. И Дантес, и Далия, и две сестры Натальи Николаевны, они жили вместе. Они все время проводили вместе время. Они все время вместе проводили время. Поэтому, когда говорили, что вот, мы видели, как Наталья Николаевна плясала с Дантесом на балу, и как она смеялась, как она, но простите, он ей был практически как бы друг, который постоянно бывает у них в доме. У них у всех замечательные отношения. Потом Дантес был очень остроумный молодой человек. Поэтому она смеялась шутком. И делать из этого вывода, что обязательно она в него влюблена, мы же не знаем. Может быть, он ей нравился как-то. Кто же будет разбираться? Кто же будет разбираться? Но то, что вины ее в дуэли нет, так ведь и почему-то никто не слушает Пушкина, который говорил, сказал своей жене, ты ни в чем не виновата. Более более того, в оскорбительном письме, который Пушкин написал барону Гекерену, где он его страшно оскорбил, он пишет к сыну вашему. У меня никаких претензий нету. Его поведение было более чем благородным. Пушкин же не вызывал Дантеса на дуэк. Когда скандал начинает как бы разрастаться, а в это время в свете масса сплетни, 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 то Дантес женится на старшей сестре Наталье Николаевне Екатерине. Да, Екатерина была в него влюблена, но Дантес наверняка не был влюблен. Так что Екатерина не была такая красавица, потому что в это время какие-то отношения там с политикой. Был ли он сам увлечен Натальей Николаевной? Да никто этого не знает. А вот это светское общение, кокетство, более того, он назвал сам Наталью Николаевну жеманницей. И нам кажется, как мы сейчас смотрим на это, что жеманница это значит такая кокетка пустая все. А на самом деле во Франции у Мальера даже пьесы есть смешные жеманницы, потому что жеманницы настоящие по-прамки это дамы высокообразованные, это дамы, которые интересуются высокими материями, литературой, которые не пустышки. потом это уже переходит, переходит и у нас оседает как жеманницы. А у Мальера пьеса именно о тех дамах, которые подражают настоящим жеманницам, поэтому у него есть смешные жеманницы. Так что в самом жеманнице ничего такого оскорбительного в то время не было. Надо же всегда смотреть на время, которое употребляется то или иное слово, то или иное понятие, те или иные представления о чести, достоинстве приличном и неприличном. Короче говоря, Дантес дерется с Пушкиным, потому что тот оскорбляет его отца, а тот не может драться, потому что он дипломат и не имеет права принимать участие в дуэлях. И Григорий Строганов, один из самых богатых людей России, двоюродный дядя Наталья Николаевна, отец и далее полей, друг всех, и он друг в том числе Гекерена. Он читает письмо и выносит вердикт, а его вердикт в свете был законом, потому что простите, тогда был вердикт Николая, а потом Строганова. потому что как законодателя, собственно говоря, светских законов, не общественных, а светских. И он говорит, что обязательно надо драться. И тогда Дантес как бы вызывает Пушкина на дуэль. Пушкин в жутком состоянии. Он в жутком состоянии. Он запутался в долгах. Он у него очень сложно все с творчеством, потому, потому что все хотят вернуть того Пушкина легкого поэта, его интересует история, историческое изыскание. Его труд об остании Пугачева, он понимает, что он не будет напечатан, что это запретят, это цензура не пропустит. Он пишет своему отцу, если бы я мог уехать в деревню сейчас и писать, в деревне мне пишется, а здесь я вообще ничего писать не могу. В общем, у всех такое было впечатление, у многих потом, что он-то и искал смерть. В общем, короче говоря, это дуэль, про который все много знали, много читали. Александр Сергеевич смертельно ранен, Дантес не пострадал, пуля пролетела, задела немножко руку и, собственно говоря, пуговицу военного мундира острикошетила и отлетела. Все. Итак, дальнейшая жизнь Жоржа Дантеса. Его высылают из России и он едет со своей женой Екатериной Гончаровой. Загадка этого брата, да, она загадка, но велели ему на ней жених. Или это было необходимо, чтобы как бы Пушкин успокоился. Пушкин был завзят и дуэлян. Это была двадцать первая дуэль. Это была его двадцать первая дуэль. А вообще у него было двадцать пять дуэлей. А вообще у него было двадцать пять дуэлей. он чуть что вызывал к барьеру своих обидчиков предполагаемых или мнительных, потому что это долго не залеживалось. У Дантеса вообще никаких дуэлей не было. Он вообще этого терпеть не мог. Он от этого бежал просто как горная серна. Но тем не менее это случилось. И ему когда первый раз Пушкин его вызвал, он срочно женился на Екатерине, чтобы показать, что он в доме у них бывает, только потому что он как бы вот невеста. Брак всем кажется странным. Екатерина беспреданница. Екатерине двадцать восемь лет уже. Она старая дева. Она совсем нет. Покажите нам портрет Екатерины, пожалуйста. покажите нам пожалуйста портрет Екатерины. Она совсем не так хороша, как ее сестра, хотя также, как и старшая сестра Александра и как Наталья Николаевна, обладает великолепной фигурой. И поэтому даже говорят, что там в воспоминаниях, что явились на бал три сестры гончаровых совершенно в общем блистательные статные красавицы. И но красавицы Екатерины не было, у нее была самая обыкновенная внешность и брак показался странным и тоже, я вас умоляю, значит пишут и тогда и потом, что наверняка она была беременна от него и он прикрыл ее грех и поэтому простите, ее дочь родилась спустя там сколько-то месяцев после свадьбы тоже 10 или 11. Дальше с чего взяли? Нет, исследователи такие умные очень современные пишут, что наверняка подделали дату рождения ребенка, потому что подделали дату рождения самой Екатерины и выдали свидетельство о рождении заплатили кому надо на 2 года меньше, что ей 26 лет там 125, что ей 26 лет ну на основании этого значит простите если в России там подмазали какого-то папа который выдал ну во Франции наверное уже может быть было бы сложнее так подделать метрику ребенка чтобы он стал на полгода на полгода старше короче говоря они уезжают в Сульс это маленький городок французский откуда Дантес родом где его родовое ну замком это не назвать ну такой родовой дом для Сульса это маленький замок Екатерина живет вместе с Дантесом очень мирно она пишет что у нее муж очень добрый очень внимательный очень ласковый что она совершенно счастлива она рожает ему четырех детей но она родила сначала три дочки трех дочерей а он очень хотел сына она так любила своего мужа что она решилась еще на одни роды хотя врачи ее предупреждали что лучше этого недели была очень тяжелая беременность она родила мальчика но родильная горячка и она через несколько недель умерла от родильной горячки они прожили с Дантесом без малого девять лет но родильная горячка сводила могилу тогда и аристократок и мещанок и крестьянок потому что тогда врачи не знали что надо мыть руки и кипятить хотя бы кипятить инструмент поэтому женщины заражение крови и так называемая родильная горячка мы помним даже уже к концу девятнадцатого века как Анна Каренина после своих вторых родов едва не умерла от родильной горячки собственно говоря уже в Европе девяностые годы значит было открыто что это бактерии что нужно мыть руки что вообще нужно мыть руки что надо врачам что надо инструменты стерилизовать и прочее и прочее но кстати я вам хочу сказать что многие русские врачи этому страшно сопротивлялись творили какие-то нововведения и это какие-то глупости какие-то бактерии которых вообще никто не и так далее так что вот Екатерина умирает от родильной горячки Дантес больше никогда не женит он воспитывает своих четверых детей он очень хороший отец он очень уважаемый гражданин Тульса скажите нам снова пожалуйста его портрет это уже в старости он нет это Гекерен а нам вот где Пушкин и Дантес уже в старости вот здесь видите как представитель представитель такой он становится мэром Сульса надо сказать что память о нем была всегда самая благодарная потому что он провел величество и он провел канализацию что очень важно и тогда это было редко где он замечательный мэр он удостаивается правительственных наград и спустя некоторое время его избирают сенаторов и он уже в Париже со своими детьми да блистательная карьера и Дантес как-то сказал своему сыну что если бы меня не выслали из России я бы никогда не сделал такой блестящей политической карьеры история с Пушкиным для него была неприятная но собственно говоря как сказал Ирмонтов не мог ценить он нашей славы не мог понять все миф кровавый на что он руку поднимал потому что он не знал русского языка он ничего не понимал в поэзии а вообще-то об русской тем более он был военный и для него было конечно страшным ударом в доме русский язык совершенно даже когда была жива Екатерина в доме русский язык был запрещен его младшая дочь Леони Шарлотта выучила сама русский язык стала читать Пушкина и стала его просто боготворить у себя в комнате она соорудила аналой где стояла не икона а стоял портрет Пушкина и другие его изображения она буквально молилась на него она в оригинале читала Пушкина она вообще была девушкой в отличие от других детей которые были очень благонравные очень приятные и прочее но их мало интересовало что такое искусство культура чисто опосредственные потребители а она училась прекрасно она изучала литературу у нее был очень тонкий литературный вкус и наверное не случайно поэтому она так высоко могла оценить Пушкина тем более она упивалась его стихом на родном языке и она обвинила открыто отца в том что он убил Пушкина более того ей пришла в голову такая мысль которую потом тоже стали тиражировать а не было ли на ее отце под камзолом не было ли там кирасы то есть такой тонкой сетки металлической которая в бою защищает такой понимаете этого же такого обвинения это было бы против всех правил это было бы более чем подло и действительно поле отрикошетило но отрикошетило она от пуговицы металлической это пуговица смятая она была как одной из свидетельств того что произошло потому что над Дантесом был суд и тем не менее она открыто обвинила отца в том что он не просто убил поэта но он еще подло поступил и она выкрепнула ему ты убийца в общем ее страсть к Пушкину и ненависть к отцу прогрессировали и отец поместил ее в психиатрическую лечебность где она прожила 20 лет где она и умерла поэтому как-то пуля она отрикошетила от пуговицы но попала все-таки другим образом в сердце Дантеса вот там изображение Леонид уже более возрасте короче говоря Дантес прожил прекрасную жизнь воспоминания о нем очень разные то есть как бы современники все отмечали его ум его шарм его деловитость наши исследователи там пишут иногда что вот он такой корыстный когда умерла значит Екатерина он потребовал у брата Екатерины выдать ему ее преданное в этот момент мать сестер Гончаровых Наталья Ивановна про которую мы много рассказывали на предыдущей лекции она написала ему что в общем такая трагедия произошла и вам наверное сложно за детьми давайте я их заберу и буду растить и как бы в почитании отца их памяти матери но я их буду растить вам наверное это сложно мужчина на что он ответил что нет своих детей он не отдаст но что он просит все-таки спустя хотя бы девять лет выдать то преданное которое полагалось Екатерине чтобы пустить его на воспитание детей надо же понимать что вопросы наследства вопросы приданного они в этом мире они были очень важные и обсуждаемые постоянно и никто не видел никакого зазора в том чтобы все-таки получить приданное жены спустя девять лет когда осталось четверо маленьких детей поэтому это тоже и потом он был француз который считает деньги и это тоже в общем нормально а что лучше как дед Натальи Николаевны который промотал все свои деньги за границей потом явился на полотняный завод к сыну к ее отцу который привел все в порядок который кстати был красивым очаровательным человеком очень деловым который прекрасно знал литературу языки при этом он обладал деловой хваткой он привел в порядок абсолютно все имение все состояние он был тогда единоличный управляющий но отец явился и воля отца закон хотя на самом деле сын сейчас по закону имеют все права но это же отец и отец стал вмешиваться он стал базарить все деньги и он совершенно разорил процветающее имение и семью своего сына где было уже простите куча детей и собственно говоря отец Натальи Николаевны который все говорят что до этого был совершенно очаровательный человек в общем он с горя запен лучше так вот так проматывая все нет Дантес собирал деньги для своих детей и поэтому у него и при данной от вечерей было в порядке и сын имел в общем достаток и он умер он умер в восемьдесят годах в окружении своей семьи его внук которого вы видите правнук вернее он все время хочет помириться с семьей Пушкина огромное количество потомков Пушкина но они категорически и все отказываются на протяжении всех этих двухсот лет почти отказываются общаться отказываются общаться с потомками Дантеса но Пушкин как бы Дантес убил Пушкина и таким образом он вошел в историю вот это парадокс истории которые имеют место очень часто всего доброго всем хорошего вечера до сих до сих до сих Продолжение следует...